Сутос сапунгшам сучирасамасио нанжа сасурирвиртарто таттат гунану саванам макунду падара винда хидайши дейшам. Сисила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Тагаппахат. Сисила Бхакти Сидданта Гуде Гуштхипати Сисила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Тагаппахат сказал, что Бхагават Криппу мы не можем обрести прямо непосредственно. Мы должны следовать определенной процедуре. Есть определенные каналы, через которые эта Бхагават Криппа нас не сходит, и мы должны следовать этой процедуре, чтобы получить эту милость и для обусловленной души обрести Бхагават Криппу прямо невозможно. Только через посредство гуру и ващнавов тат-пракаш, тат-шакти, то есть через их милость, через них можно обрести эту милость. На самом деле вы можете вспомнить одну шлоку из Падма Пураны. Вот в ней говорится, что если вы получили мантру не из какой-либо четырех авторитетных сампродай, то эта мантра не имеет силы. Не получив мантру из авторитетной сампродай, так если будете, получив мантру непонятно где, и будете совершать Бхагават Криппу, то будьте уверены, что успеха вы не достигнете в таком случае. Вы должны принять эту мантру из должного канала. Это такой путь, но вначале всего я хочу прояснить эту шлоку, объяснить эту шлоку, с которой я начал, и какая-то шлока, и вот эту мантру еще раз повторять. На самом деле это шлока из Шимат Бхагавата, она очень прекрасна, и там говорится, что если вы хотите вложить очень много энергии, чтобы читать, изучать веды, веданту и прочее, да, вы можете это делать, поскольку у вас есть свобода делать все, что вы хотите. Мы не против этого, но будьте уверены, что для этого нужно очень много времени, и наша жизнь ограничена, если мы будем изучать веды, веданту и прочее. Я знаю сам, что много людей не учат грамматику санскритскую, и им даже 15 лет часто не хватает, чтобы изучить только грамматику должным образом, не на санскрите, несмотря на то, что они 15 лет его изучают, писать как следует не умеют. И, таким образом, это очень великолепный, превосходный совет, который дает нам Шимат Бхагаватами. И какова же наша наивысшая цель, чтобы достичь лотосных столб Шри Кришны, чтобы обрести вечное служение Ему. И поэтому, зачем вы теряете свое время, ходя туда и сюда, подобно глупцу, поскольку в Ведах, говорится, путь, каким образом можно обрести эту милость, и говорится, что нужно служить такому возвышенному саду, возвышенному ващнаву, внутри чего сердце находится сам Ши Кришна. И мы должны служить такому ващнаву, которого есть Кришна, а который запер Кришну в своем сердце. И для нас это очень благоприятно, если у нас будет возможность служить такому великому святому, и тогда все наши желания исполнятся. И мы посредством служения чистым Гуру Ващнаву мы достигнем нашей наивысшей цели. И сегодня... И вот эта шлока из Падма Пураны... Там дается такое наставление, что не приняв мантру из какой-либо авторитетной сампродаи, и какие же эти авторитетные сампродаи... Есть четыре авторитетных сампродаи, я в следующий раз более подробно буду говорить о них. Что значит авторитетные сампродаи? Это те, которые одобрены Верховным Господом. И вот одна из них... Мадуа сампродаи, Шри сампродаи, Вишну Свами и... Мадуа сампродаи, Шри сампродаи, Раманоджа имеется ввиду, и Мадуа Чаря. И вот суть в том, что это Брахма Мадуа сампродаи, она исходит из Брахмы, и Шри сампродаи, она исходит из Лакшмидеви, Адад Шри. И Вишну Свами сампродаи, она исходит из Рудра, и Нимбарка сампродаи, у них от Чатур-кумаров. И сейчас... И вот Шила Прахупат говорит, что Бахтина Таку, он уже сказал нам... И Шила Прахупат напоминает нам об этом, то, что мы должны помнить, что те, кто не принимают, не понимают, что мы принадлежим Брахма Мадова, Годи, Сампродаи, они являются шпионами Майи. И Бахтина Таку, он несколько раз говорил об этом, и Шила Прахупат напоминает, что те, кто не принимают того, что мы принадлежим Брахма Мадова, Годи, Сампродаи, те, кто не признают этого, то будьте уверены, они шпионы Кали-юги. Они только из-за влияния Кали. Так случается, что в каждой семье, члены этой семьи, они спорят друг с другом, и также в Мадхе можно видеть, что некоторые спорят, сражаются друг с другом, но это из-за влияния Кали. Но если мы будем совершать настоящий Харибаджин, то Кали ничего не сможет сделать с нами. Много людей спрашивают меня, почему Парикчит Махарадж, Великий Царь, он не убил Кали, почему он оставил этого Кали, лучше писать, он убил Кали, и все на этом. Но ответ в том, что Парикчит Махарадж, он Саранга, и вот о Парикчит Махарадже, Богу там говорится, что Парикчит Махарадж, он, кто он? Он, он, вот говорится про него так, Саранга, значит, Брама, он подобен на пчеле. Поскольку вы знаете, что в цветах есть мед, все знают об этом, но будьте уверены, что в цветке также яд есть, не только мед, но никто не знает об этом. В цветах мы можем обрести, получить мед из цветов, но там также есть и яд, но этот яд, он не может влиять на собирание меда пчелами. И вот пчелы, они собирают мед без каких-либо проблем, и таким образом Парикчит Махарадж сравнивается с пчелой, и он также может видеть прошлое, настоящее и будущее. Парикчит Махарадж знает, что калия, она очень опасна, калия это век раздоров, но несмотря на это, у него есть одно замечательное качество, и какое же это качество? То, что если мы сможем совершать чистый Харинам Сан-Киртан, то тогда калия не сможет причинить нам никакого вреда, и мы можем избавиться от влияния материальной природы и достичь лотосных стоп Верховного Господа, чтобы обрести вечное служение Ему. И это одно из замечательных качеств калия, и поэтому Парикчит Махарадж, он не убил калия. И вот сегодня день ухода Мадхвачария, великого Ачария, он великий Ачария в истории нашего духовного движения. На самом деле, сегодня день ухода в Мадхвачарии, и я начал с той шлоки, что если я смогу воспевать славу такого великого Гуру Ильвачария, который очень возвышен, то есть в сердце которого присутствует Шикришна, и если у меня будет возможность прославлять их имя и славу, то тогда я смогу обрести вечное служение им. И вот сегодня у меня есть, мне выпала великая возможность воспевать славу Мадхвачария. Сегодня день его ухода, но день ухода Мадхвачарии, это не значит, что Мадхвачария оставил свое тело. Он просто исчез из этого мира. Я могу... Дальше я расскажу, насколько великолепна эта Вирахататва. Вирахататва очень важна, это самое важное на пути нашего баджана. Например, смотрите, если у нас нет никакой непривязанности, вы так привязаны ко всему, и как же побороться с этой привязанностью? И в этом случае самый простой путь, открытый перед нами, обрести чувство разлуки. Что значит чувство разлуки? Например, если ваш грудь ушел из этого мира, и вы осознаете это, и ваше сердце плачет в разлуке с ним, то тогда вы станете успешным. Что вы не можете делать? То, что очень сложно, то если у нас есть чувство разлуки, это баба, чувство разлуки с Гурой Ващнаом или Бхагаваном. То есть, если мы осознаем своим сердцем, что Гурдавчила, Прабхупатте, Бхактимута Кур, они ушли из этого мира, то это чувство разлуки, оно автоматически проявит вайрагию непривязанность, отреченность, отречение в нашем сердце. Многие люди, которые ничего не знают о угуде, даршине, они страдают, совершают какие-то аскезы, но эти суровые аскезы, если мы совершаем без осознания татвы, эти аскезы, они только испортят наше сердце, и наше сердце станет сухим и твердым, как камень, и такие... Все, что мы делаем, мы должны это делать ради Кришна Бхакти, а просто совершать аскезы по какой-либо иной причине. Это глупо. И все, что мы делаем, это должно иметь связь с Кришной Бхакти, поскольку если мы не делаем что-либо для Кришны, это все бесполезно. И поэтому Сарабху Матачари, он сказал уже эту шлоку. И вот наша вайраги, мы гауди, если мы по-настоящему находимся в наставнической преемственности Шилы Прохопады, Шилы Бхакти, то тогда наша вайраги, отреченность, это не какое-то сухое отречение. Наша вайраги, она не на показ. Наша вайраги, она научна очень... разумно, поскольку, если мне нужно, я могу переодеться, например, в какую-то западную одежду и выступать на какой-то западной публике. И потом я могу опять одеть одежду саньяси, поскольку юг вайраги – это очень такая тонкая и гармоничная вещь. Как, например, гопи, они одевают новую одежду и украшают себя только для удовлетворения Ши Кришны. И их отреченность, она наивысшая. Хотя, смотрите, Хираника Шепу, он являл такое отречение, но оно бесполезно. И Хираника Шепу говорил, что он говорит, что если ты думаешь, что просто питаясь одним молоком, ты думаешь, что этого достаточно, чтобы обрести милость Верховного Господа. И там все Хираника Шепу, он совершал суровейшие аскезы. И Хираника Шепу, что говорится о том, что в будущем никто не может повторить твои аскезы, и в прошлом никто не совершал ничего подобного. Твои аскезы не сравнены ни с чем. И, смотрите, такую тапасию, такие аскезы, какой результат ему принесли, он умер в итоге. И, таким образом, такие тяжелые аскезы, они не одобряются, они запрещены в нашей сампродае. То есть, отреченность, она, естественно, должна быть. Сами Махарай, Юг Товэраги, она гораздо важнее. И, смотрите, день ухода Мадавачари сегодня, и мы чувствуем разлуку с ним, поскольку такой великолепный, великий Ачари. Он уходил из этого мира, но что это значит? Его Татва Сиданта, его наставление, его учение, оно осталось с нами. И Гуру и Вашнава, это не что-то, состоящее из плоти и крови. Они трансцендентны, они могут... И чтобы понять их, мы должны изучать их учения, их жизнь, Вани Вайбав. Мы должны изучать их наставления, их учения, которые они оставили нам. И Мадавачари, он присутствует с нами в виде своего учения и наставлений. И в то же самое время Мадавачари, когда ушел из этого мира, и когда он ушел, никто не смог найти, где же он. Его ученик, он написал, что Мадавачари, он получил наставление от Верховного Господа отправиться в Ашрам в Ясадеве. И вот два мути Мадавачари, Мадавачари в двух формах, он присутствует вашими в Ясадеве и в Удупе. И мы не должны сомневаться, какая же из этих его форм настоящая. Мы не должны сомневаться в его могуществе, поскольку Мадавачари, он не какой-то обычный Ачаря. И не только Мадавачари, а все остальные, они тоже такие, как Рамануджа Ачаря, как Рамануджа. Рамануджа Ачаря, значит, Рамануджа, он младший брат Ирамачандры Лакшмана. Мадавачари, он воплощение принципов Ваю. И в Шастах так много свидетельств, и один за одним изучаю, что Ваю... И Мадавачари, он воплощение Ваю, по-моему, это пространство, а воздух, что-то похоже на воздух. Прана, Апана, Савана, и еще что-то. И вот эти пять первых элементов, они ответственны за творение и поддержание мироздания. Ну, несмотря на то, что это тело состоит из плоти и крови, но все же, если будем служить, будучи в этом теле Гуру Ващновам, то мы достигнем успеха. Но если мы не находимся в наставнической преемственности, то... Немножко назад возвращаемся, что перед тем, как начать баджан, мы должны избавиться от чувства привязанности к чему-то и отвращения. Хотя это не самое главное, но это важно. Мы должны избавиться не только от привязанности к чему-то, но и отвращения от чего-то. Это такое начало баджана. Мы не должны привлекаться к чему-то, либо испытывать отвращение к чему-либо. И мы должны избавиться от этого. Мы должны слушать харикатху и осознать, что это тело состоит из плоти и крови. И если мы не сможем совершать совершенный баджан, то нет никакого толку от этого тела. И вот эти пять видов вайо... С их помощью можно управлять своим телом. Они контролируют наше тело. И вот главная из этих вайо, прадхан вайо, она олицетворяется Паванадеом. И вы знаете, что в Трэта-югу Паван Путра Хануман. Сын Павана Хануман. Паван Путра Хануман? Паван Путра Хануман? Паван Путра Хануман очень хорошо, потому что он пришел к служению Рамачандре. И он говорил про себя, что мое тело, оно состоит из Господа Рамы. И во время Рамнавами поется такой киртан. Везде Рамачандра Рама, то есть Хануман поет такое киртан, что везде Рама. И вот таким образом, смотрите, в Трэта-югу Павана Путра Хануман Махарад. Он родился как Аняна-сута какой-то для того, чтобы служить Рамачандре. И тот же Прадхан-югу явился как сын Кунти-деви, Бимасана. И этот же Прадхан-югу явился в форме Мадхвачари в эту Кали-югу. И в Махабхарате говорится, в Мокшапарме или какой-то из этих глав там говорится, что Пита Махабишма, когда он давал наставления Панчапандавам, там присутствовало много Риши Муни. И Пита Махабишма, он предсказал, что тогда, когда Кали покрывает 4300 лет, то этот Кунти-путра, он явится. И Мадхвачарья, он воплощение приносит. Воплощение Ваю. И вот Мадхвачарья, он воплощение Прадхан-Ваю, Аватар. И День явления Мадхвачарья в Дашаме Титхе, День Дургапуччи в Дашаме Титхе, и если у меня будет возможность в тот день рассказать о Его Славе, я расскажу несомненно. И вот сегодня я расскажу о силе Мадхвачарья, как он смог совершать свое служение, поскольку по указанию Верховного Господа он явился в этом мире, в доме Нарайна Баты и Ведбати Деви. И он явился в месте, которое называется Паджа Кшетра. И сейчас еще там что-то было связано с Урупи. И вот Урупи, вы знаете, что есть такое место, Урупи Кшетра, Петха Мадхвачарья. И это Урупи, откуда это слово происходит? Откуда оно произошло, Урупи? Уру значит Чандра. А Пи, можно сказать, что это Питх, либо какая-то главная звезда Урупи. Долгая история с этим связана, и вот Чандра, она была проклята Дакши. Чандра была проклята Дакши, что он чем-то заболеет. И вы знаете, что Дакши, у Дакши было 27 дочерей, и Чандра женился на всех 27. Но этот Чандра был привлечен, он был влюблен только в одну жену Реватья, а остальные 26 были без его внимания. И они пожаловались Дакши своему отцу, что твой свекр, он занят только постоянно с одной женой, а мы 26 страдаем, и кто на Реватье? И вот Дакша разгневался и сказал, что это оскорбительно. Почему? Чандра Кэн, Чандра Кэн, Чандра Кэн не мог ответить, потому что он влюбился в одну жену, и почему так случилось, он не мог ответить. И такой же случай был с Читракет, с царем Читракет, у него было много жен, но он был влюблен в одну только, и в итоге Дакша проклял его, чтобы он заболел туберкулезом. Хайро, у нас на скрытие. И вот, в общем, в результате этой болезни он потерял всю свою силу, и что делать дальше? Чандра Кэн, Чандра, он пришел в Урупик Шанто и начал совершать баджу Шанкар Бхагавану. И Шанкар Бхагаван явился ему и спросил, что же он хочет, и он попросил благословения у него, и после этого по милости Шанкара Шанкар Бхагавана. И вот и так Шеве его благословил так, что его тело будет пятнадцать, пятнадцать дней, здорово, и пятнадцать дней больно, чтобы был баланс между проклятием Дакши и благословением Шивы. И таким образом можно видеть темную и светлую Луну. И в Урупе это случилось. И оттуда, если семь километров, пройти в сторону на юг, на юго-восток, точнее. И вот если пройти туда, там есть Папа Наша Накшетра. Там река под таким названием протекает, и там можно найти также большой холом, он зовется Вимангири. И в этом Вимангири, Парашрама, он отправился туда. И из-за своей силы с четырех сторон этого холма он сделал четыре благоприятных кунды. Это первая Парашрама, вторая Вана, третья Дхануш-тиртха, Ван-тиртха, Гада-тиртха и Парашрам-тиртха. И он сделал четыре кунды, и из Дхануш-тиртха, если пройти милю... И вот если пройти милю, в сторону, там можно найти Пан-джакшетра. Пан-джакшетра. И там Мадвачарья явился в том месте на день его явления, я более подробно расскажу о его явлении. И там в семье очень чистых брахманов Нарайна Бата и его жены. Они совершали прекрасный бхаджан ради Анантадеви, поскольку Храм Анантешвара был рядом с их домом. И вот это Анантешвара Бхагаван значит Вишну. И вот они поклонялись ему. А почему? Поскольку они потеряли своих двух сыновей, они родились и вскоре умерли, они горевали о том, что нету сына, и они захотели обрести такого сына, который не умрет. И они начали совершать паеврату. Они паеврату... Они двенадцать лет пили одно молоко и ничего больше. И вот они совершали такую паеврату. И тогда Господь, он увидел их, такую суровую аскезу. И Анантадев явился к ним во сне и благословил. И после этого Мадвачарья явился во червя своей матери. Он родился, и он был очень могуществен, очень талантлив. И не было никого равного ему в этом материальном мире. И с самого детства он был очень прекрасен. И однажды, когда он ползал, И вот потом он начал ходить, и мать думала, что сейчас правильное время, поскольку, по милости Анантадев, я получил этого ребенка. И вот она взяла его, они пошли в храм Анантадева и предложили его Анантадеву. Подумано тому, как Шила Павхупату, он дар джаганатка, и так же Мадвачарья это дар Анантадева. И вот они вернулись. После посещения Анантадева и Мандира они вернулись домой. Они жили в деревне, там практически лес был. И вот дело уже вечера было, и по дороге он встретился. Какое-то привидение как случилось. Это привидение, оно захватило человека, этот человек начал обливать кровью. И как-то, возможно, все испугались, и это привидение начало говорить, И вот это привидение, оно сказало, что смотрите, из-за того, что вы любите этого мальчика, он защитил вас. Я не смог никого схватить. И только этого человека, который его недолюбливал, вот я его, и смог захватить его тело. И вот следующий случай. Однажды отец с матерью отправились в дом каких-то родственников, там какое-то было материальное собрание, праздник. И вот они взяли с собой ребенка. И вот пока родители были заняты на этом празднике, то Мадвачарья, будучи ребенком, ушел в храм Анантешура. И потом начали его искать, куда делся, и так искали его, искали, и потом обнаружили, что он в храме Анантешура. И много других случаев также было, например, когда Мадвачарья, когда родился только один чистый браман, он подарил ему корову. Родители Мадвачарья имеется в виду, Сурабхи ее звали. И Мадвачарья очень любила эту корову. Он ходил с ним рядом, и однажды он с этой коровой отправился в лес, и весь день они ходили. Мать как раз переживалась, что-то случилось. И однажды какой-то пастух услышал, что они плачут, и сказал, что видел его в лесу с коровой. Он позвал их и показал, что там он танцует вместе с коровой в лесу. И родители Мадвачарья пошли и увидели, что да, действительно, он в безопасности. И также много было других удивительных случаев. И однажды отец Мадвачарья хотел купить одного быка. Мадвачарья хотел купить одного быка. Потому что некоторые причины могут быть там. Но цены не там, они очень бедные. На самом деле, они очень бедные. Есть липы и липы, и очень нестабильное сердце. Очень красиво. Бамбу структура там. А его родители были достаточно бедны. И отец хотел купить быка. Мать сказала, что мой сын иди позови своего отца. Поскольку уже время обиды. И Мадвачарья пошел его звать. И говорит, что отец, мать зовет тебя. Сейчас я торгуюсь за быка. Нужно ему заплатить. А у меня денег недостаточно. Нужно поторговаться с ним. И Мадвачарья сказал, что я заплачу. И он пошел в комнату. Домой принес какие-то зерна. Взял зерна. Это лила похожа на лилу Кришны. Когда он в торговке фруктами. Поменял немножко зерна на ее фрукты. Мадвачарья. И также Мадвачарья взял в свои маленькие ручки пшеницу. И принес торговцу быками. И когда этот продавец быка увидел Мадвачарья, он был настолько удивлен и восхищен чертами его лица, что сказал, все, достаточно, будешь этим ничего не надо, забирай своего быка. И таким образом Мадвачарья с самого детства так много делал различный фильм. И после, когда он начал учиться, изучать алфавит. И он очень, очень быстро учился. И когда он начал взрослеть, то он был чрезвычайно умен. И всю грамматику и прочее он учил за считанные дни. И потом его отправили к какому-то абраману изучать веды и веданту. И очень скоро он изучил все веды и веданту. Но никто не мог понять, какая же особенность Мадвачарья. И тот учитель Мадвачарья однажды отугадывал, что тут ничего не делаешь, только играешь день и ночь. Поскольку Мадвачарья, он играл с маленькими детьми. И однажды его учитель поймал его и сказал, что ты весь день играешь, когда же ты тут будешь учиться. А Мадвачарья сказал, что вы меня поймали без какой-либо причины. Спросите что-либо, я отвечу на все уроки. И учитель начал его проверять. И Мадвачарья успешно отвечал не только на те уроки, которые прошли, но и на те, которые еще не прошли. И вот этот учитель был очень удивлен, как это возможно. Он был и говорил все. Он сказал, что это не по-другому. После того, чтобы научить все, он вернулся домой и в очень пленном состоянии и взял один деревень. Один деревень. И, я имею в виду, один деревень. И вот потом он пришел домой, сутян схватил какую-то полку. И он сказал отцу, что сейчас я хочу переспорить Майваду. И его отец сказал, что для тебя это невозможно, ты простой мальчик. И его отец сказал, что смотри, вот тут сухая палка. Если эта палка сможет стать большим деревом, если ты сможешь сделать из этой сухой палки большое цветущее дерево, то тогда я поверю, что такой, как ты, может проповедовать и разбить учение Майвады. Правда, мой отец, смотри, по милости Господа, все возможно. Давай посмотрим. И вот он взял эту палку, воткнул землю. И в течение нескольких минут выросло из этой палки большое дерево. И отец удивился, что случилось, как это возможно. Какая-то сухая палка стала большим деревом. И Наранбатта тогда понял, что он не какой-то обычный человек. И, возможно, для него это будет возможно проповедовать и разбить учение Майвады. И Мадвачарья, он начал проявлять себя дальше. И он отправился в один ашрам, в какой-то храм в Раджатпуре, недалеко от того места. И там был Ачута Прекха, тот, от кого Мадвачарья принял Саньясу, и тот Ачута Прадхана. Его Гудам Шри Прекша или как-то так его звали, я точно не помню. И вот там в то время Ачута Прекха, Мадвачарья, он служил тому Чистому Вашнаму в течение года. И я уже говорил вам, что очень просто достичь успеха, если у нас будет возможность служить Чистому Вашнаму. И поэтому Мадвачарья, он служил этому Ачуту Преке, он был Чистым Предным, и он служил ему в течение года. И по его милости он развил все остальные качества. И вот по милости Ачута Прекха, он объяснял веды веданту Упанишады очень прекрасно. И Ачута Прекха очень был удивлен, как это, ему всего 10 лет, и он настолько умен. И Гудам сказал, что тебе нужно написать комментарий на веданту. Можешь ли это сделать? Да, по Вашей милости все возможно. И вот по милости Гудава, он написал комментарий, видимо. И вот с Сиданта, в этот день в Вишнапри, я сказал, что Шичатане Макапрабху приняло разрешение Ачута, чтобы принять Саньясу. Это обычное правило в этом обществе, если кто-то хочет принять Саньясу, то ему нужно принять, хорошо бы спросить мать. То есть не обязательно, но неплохо было бы ее спросить. И вот здесь Мать Шичатане Макапрабху, это Бхакти Девиус Сачимата, и здесь особый случай. И вот Мадабачарий хотел утвердить такую Сиданту, что не обязательно принимать разрешение, спрашивать разрешение у Матери под принятием Саньясу, поскольку весь мир это слуга Ши Кришны, Вишну, Вишну, Он Отец и Мать, Он все для нас. И вот в этом Киртане говорит, подтверждается. О Господь, Ты мой Отец, Ты моя Мать, Ты все для меня, все, что могу видеть и все, что не могу видеть, все есть Ты. И кому же еще служить, кроме Тебя, О Вишну, О Вездесущий Господь. И это настоящая Сиданта. Ты друг и все и вся для нас. И главная Сиданта в том, это главная Сиданта, что нужно служить Кришне, Которой есть все и вся для нас. И еще несколько случаев, расскажу, в той деревне, в Паджаракшетре, был один брахман, он читал Пурану. И вот он... И вот Мадвачаря даже услышала один раз от него и смог потом повторить все Пураны. И в следующий случай, в храме какой-то другой брахман читал Пурану. И Мадвачаря слушал и начал говорить. Что, что ты объясняешь? Нет ни капли преданности. Ради чего ты это говоришь? Для удовлетворения публики и какое же благо ты можешь обрести сам и принести другим? И, смотрите, маленький мальчик сказал такие слова какому-то знаменитому брахману, который долго читает против Пураны. И он сказал, что твое чтение Пуран, оно не правильное. Пураны, они полны расы, а ты рассказываешь о Пуранах, лишенных бахтии преданности. И он сам начал объяснять Пураны таким образом. И все были удивлены, как этот маленький мальчик так великолепно объясняет значение Пурана. Однажды перед Ачутапракой он давал комментарии к Упанишадам. И все полубоги явились. Я Чудапракой смог видеть. И все полубоги явились и начали молиться Мадавачаре, что та причина, ради которой ты явился, это чтобы разрушить Мадаваду и утвердить чистую преданность. И его грудь благословила Мадавачаре, он дал такой обет, что будет заниматься опровержением Майвады и утверждением чистой преданности. И отец, он тогда имел веру в своего сына, и в дальнейшем, не приняв разрешения от отца и матери, он пошел в Раджатпуру, чтобы принять саньяс от Ачутапракши. И он хотел доказать, что это необязательно спросить разрешение от отца и матери, чтобы принять саньясу. Если ваша мать великая преданная, то смотрите, тут такое пояснение. Махапрабу, он не совершил никакой ошибки, если ваша мать великая преданная, то в этом случае вы должны утешить ее, что я хочу всю свою жизнь посвятить Кришне Сави. Ты должна быть довольна этим, и поэтому не беспокойся. Такова Сиданта, и вот Мадвачаря, он подчеркнул это то, что необязательно принимать разрешение, спрашивать разрешение отца и матери, чтобы принимать саньясу. Поскольку очень редко, как у отец и как у мать, одобрит желание ребенка принять саньясу, и поэтому слушать, спрашивать их советы необязательно. Хотя можно видеть, что если кто-то спросит отца и матери разрешение на принятие саньясу, то отец и матери будут обечалены. Если мы скажем, что мы поедем в Америку работать, то они очень обрадуются, хотя что в том и в другом случае они нас больше не увидят. И поэтому, если отец и мать великие преданные, то тогда можно спросить их разрешение. И вот Мадвачаря, когда принял саньясу, он принял имя Мадвачаря. И вот после принятия саньясу, его нарекли Мадвачаря. До этого я не помню, как его звали. Мадву значит Ханья. И есть объяснение его имени, что это душа, полностью предавшаяся Вишну Анатешваре. И после этого он принял решение, что я буду объяснять, проповедовать, объяснять ведантову Панишаду и прочее. И однажды Мадвачаря, он приехал в Киралла. И вот он доехал до Тривандума, столицы Киралла. И Мадвачаря, он там начал объяснять веданту. И в то время Шанкрачаря пришел сюда. И вот когда я буду опровергивать Майаваду, я это еще раз повторю. И вот о Шанкрачаре говорится, что он родился в два раза. Вот первый раз рядом с Тривандумом, он где-то, а второй в Кумбакуном. И вот второй раз он родился там. И вот вопрос в том, что Шанкрачаря, смотрите, родился до Мадвачарья, гораздо раньше, чем Мадвачарья. Примерно 1200 каком-то там, ну около, ну 1200 какой-то год, я не помню точно. Да, давно достаточно. Но о Мадвачарье, когда родился, когда 4300 лет прошло от начала века Калия, то есть тогда он родился и... И вот Шанкрачарья родился гораздо раньше Мадвачарья. Я не знаю, откуда Шанкрачарья явился, но будьте уверены, что Шанкрачарья второй раз родился в Кумбакуном. И когда Мадвачарья, он объяснял Веданту, то он начал возмущаться, что ты неправильно объясняешь Веданту, если у тебя комментарий к Веданту, и как ты весь комментарий к Веданту сможешь объяснять Веданту. И вот они начали спорить, и Шанкрачарья был побежден Мадвачарья. И вот Мадвачарья в своей жизни два раза, и он оставил свое тело в возрасте около 70 лет, но за всю свою жизнь два раза Мадвачарья был в Бадрикашраме. И вот в период своей жизни Мадвачарья, и вот он два раза был в Бадрикашраме, там Наранаян Бхагавана присутствует, и вот на этом холме Нарада и Удава, и Божество их тоже там присутствует. Я по милости Гурдева, я был в тех местах, я там однажды чуть не умер, но по милости Гурдева я был спасен. И вот когда мы получаем Дашан Бадрикашрам, я по милости Гурдева осознал, что мы по сравнению с этим творением, мы очень малы и незначительны. Я также был в пещере в Ясадево, но это другая история. И вот Мадвачарья отправился туда, и там в Бадрикашраме он начал давать комментарии на Гиту. Этот комментарий он исходил из него, подобно ветру. И однажды, когда он объяснял у Панишады, темно-голубой свет явился в небесах, и он приблизился к Мадвачарье и слился с его лицом, и ученики были озадачены, что случилось. И Мадвачарья понял, что в Ясадев Гурдев он приглашает меня, и он сказал всем своим ученикам, чтобы никто не шел за ним. Я вернусь скоро, но если это желание Верховного Господа, я не вернусь, но в том или ином случае все равно не следуйте за мной. И вот он взял разрешение от своих учеников, ученики не плакали, что их Гурдев уходит, и он пошел к реке Сарасвати, там, в Бадрикашаре, в пещере Вьясадевы и Вьясадевы. Он встал, вышел из этой пещеры, он обнял Мадвачарью благословенного, и по милости Вьясадева он обрел полное знание и смог написать комментарий к Веданте, к Панишадам и ко всему остальному, то, что принес Вьясадев в этот мир. И говоря правду, Мадвачарья он ученик Вьясадевы, поскольку Вьясадева он шакевеш Аватара, Верховного Господа. И какая седанта есть у него, то полностью от Мадвачарьи мы можем получить ту же седанту, но если мы будем совершать баджан день за днем, я... А еще есть и какое-то отличие, но это отличие имеет скрытый смысл за собой, и в дальнейшем я могу об этом рассказать. И вот Бхактиман Таку говорит, что те, кто не принимают, не понимают того, что мы находимся в наставнической преемственности Брама, Мадва, Гауди и Сампрадая, они шпионы Кали. Я уже сказал об этом, и Шила Прабхата уже говорил. И вот так или иначе мы не нарушим этих принципов, то, что Мадвачарья... Мы находимся в наставнической преемственности Мадвачарья, и как это возможно? И многие, особенно во времена, они спорят, что мы не находимся в Брама, Мадва, Гауди и Сампрадая. Но это глупо, поскольку сам Шила Бхактиман Таку говорит в книге Дам Парикама Махима, и в этой книге Шила Бхактиман Таку говорит, что все четыре Ачарья, они приходили в эту даму. Будь уверены, что эти четыре авторитетных Ачарья, Мадвачарья, Раманоджи Ачарья, даже Шанкар Ачарья, хотя Шанкар Ачарья не относится к этим четырем авторитетным Ачарьям, но все остальные Ачарьи, они приходили в эту даму. А когда Шанкар Ачарья был здесь на Ахудрадвипе, то Махапрабу явился в Гурангер и сказал, что это не то место для тебя, где ты можешь проповедовать Майеваду, и поэтому иди подальше отсюда. И хотя, смотрите, Махапраба еще не явился в то время, но хотя это Ахудридипдама, это нитя вечная дама, и поэтому он смог явиться перед Шанкар Ачарьей. И смотрите, во время Сатя-юги, когда Ганга, она потекла сюда, и Багирадху хотел остановить ее. Но и так они начали говорить, и Ганга сказала, что скоро будет Гуру Пурнимы, я хочу получить милость Гуранги, поэтому я буду здесь, пока не пройдет Гуру Пурнимы. И вот почему Ганга тут течет, они там, это из-за того, что Махапрабху явился здесь. И вот Шанкар Ачарья также был здесь, но гораздо раньше того, как Махапрабху явился здесь. И вот Махапа будился в 1407 году, бенгальская эра Шака, в 53-м году уходит. И вот, а когда Махапа был здесь, то Махапрабху явился и благословил его, что ты ученик Вьясадевы, и я благословляю тебя. И будь уверен, что в Кали-Кал, в Кали-Югу я явлюсь здесь, и я приму твою Сампрадаю, твою Парампара. И в Дам-Парикраме можно найти, что с тела Бхактиона такой, он приводит пример из различных писаний, что я приму. Он говорит Мадавачаре, что он примет его наставническую приемственность. Какой долгой Ачарь не получил такую милость, как Мадавачарья. И вот Мадавачарья Вьясадева. И вот Мадавачарья, он ученик Вьясадева. И так или иначе, если будете знать всю Сидан, то все знания... А, то есть, если вы знаете Гуру Татву, то вы поймете, почему Шукадев Госвами он читает... А почему Парикраме Махараджо считает Шукадев Госвами своим Гуру, хотя он никакой мантры не получал от него. Но, слушая, Бхагава там Божественное знание явилось в его сердце, и поэтому мы считаем, что он ученик Вьясадева. Если Парикраме Махараджо и также Парикраме Махараджо, ученик Шукадев Госвами. И Мадавачарья, он начал широко проповедовать и... и опровергать Майабаду. И Шангра Ачари, он начал давить на Ачудапреку Гурдава Мадавачарья, чтобы... Он как-то смог остановить своего ученика. Они бороться с ними. Вы должны делать Ачудапреку Гурдава Махараджо. Они ставили Ачудапреку Гурдава Махараджо. И мы эти Шангра Ачари, они заставили этого Гурдава Мадавачарья... Ачудапреку Гурдава Махараджо. Даже поменять эти тилаки и повторять Мамад усох на тетях, и им пришлось напоказ это повторять, а внутри Вишну мантры повторять. Но Мадавачарья, он широко проповедовал и своё проповедённо опровергал Майабаду. Он писал много книг, много комментариев на Упанишады Веданто. И этими комментариями он опровергал Майабаду. И вот Мадавачарья, он два раза был в этой пещере, в Йосадево. Мадавачарья, он был очень могущественен. Невозможно поверить в то, каким могуществом он обладал. И однажды около тысячи человек хотели перенести какую-то огромную скалу, чтобы река не размывала берег или что-то такое. И вот Мадавачарья смотрел, как они мучаются, и он спросил, чем вам помочь. И он взял одну руку эту огромную скалу и поместил туда, куда им надо. И один день Мадавачарья был очень силён. Мадавачарья показывает, насколько он силён был. И вот однажды Мадавачарья сказал, И однажды с кем-то они поспорили насчёт их силы. И Мадавачарья сказал, что если я поставлю палец на землю, то никто из вас не может сдвинуть его. И так получилось, что 300 человек они не смогли сдвинуть его с места. И вот однажды Мадавачарья пошёл принимать омовение в океан, и по пути он написал пять частей Вишны Статра. А, Кришна Лила, он пять частей описания Кришна Лила описал это всё как по дороге в океан. И вот он принял омовение в океане и смотрит какой-то корабль. Он сел на миле и никак не мог сойти с этой миле. И вот этот хозяин судна уже не знал, что делать, и внезапно смотрит в какой-то саду сидит на песке на берегу. И Мадавачарья показал ему мудру. И внезапно этот корабль сошёл с миле, и все начали танцевать. И этот хозяин корабля захотел ему что-то подарить в благодарность. Поскольку судна торговая была, вот застряла на миле, мучились мы тут, а по твоей милости мы смогли сойти с этой миле. И Мадавачарья сказал, что ему ничего не нужно, а если хотите что-то дать, Гопи-чандан, если у вас есть, то давайте. И этот хозяин судна, он нашёл где-то большой кусок Гопи-чандана и кинул его в Мадавачарья. И Мадавачарья поймал его и пошёл назад свою Бажанкутьё. И этот Гопи-чандан по дауге сломался. И он увидел гопала, который был внутри этого Гопи-чандана. И Мадавачарья, он огнял его. Он пошёл с ним в Аната-Сарова, там он и совершил. А мы видим ему Апью-чандан. И это Божество, но так и находится в том храме на берегу Аната-хунды. И у Мадавачарья было несколько учеников. И Бишну Тиртха, он младший брат Мадавачарья. И когда Мадавачарья ушёл из дома в возрасте 12 лет, и этот брат его родился, он вырос, оставил дом и пришёл к Мадавачарья. Но Мадавачарья попросил его всё равно, что смотрите, забудьте о своей матери. И потом, когда они умудут, тогда приходили. Его звали в Вишну Тиртха, он был младший брат Мадавачарья. Мадавачарья пришёл в некоторое место, близко к доме, и воспринимал маленькие девочки, и привлёк ему с Ачарья. В 8 Ачарья. А после него было 8 Ачарь. И было такое указание, что каждый Ачарья, каждые 2 года, они должны меняться и служить этому Гопа. Если один Ачарья служит, а все остальные помогают ему. Кто-то преподает састра, кто-то пооповедает, кто-то ещё что-то делает. Таким образом они всегда заняты. И так они проповедовали очень гармонично. И вот Мадавачарья, он стал великим проповедником. И шла великая проповедь. И все Ачарья Майвадасам Прадай, они страдали от этого, поскольку Мадавачарья он проповедовал и опровергал их седанту. И некоторые принимали прибежище у него. И говорится, что те, кто с саньяси, они могут прикасаться к этой виграхе и совершать служение. А если какие-то ошибки совершаются, то приходит какая-то чёрная змея и пуг пугает их. И они просят прощения, и змея уходит. И вот Мадавачарья, он хотел защитить всю сокровенную седанту, которую он получил от Вьясадевы. И вот по милости Мадавачарья на медных пластинах, он написал, какие-то важные шлоки и поместил в землю, и на этой земле поставили храм. И какая-то чёрная змея охраняла это место. А после ухода Мадавачарья эти шлоки, написанные на медных пластинах, их откопали и что-то сделали с ними. Но они остались так или иначе. И вот Мадавачарья, он признал, что мой Адигуру Брахма. Смотрите, важная седанта здесь, помните, Мадавачарья, он уверен, что мой Адигуру это Брахма. Но Брахма откуда получил свою манту? От Кришны. И вот Брахма получил манту от Кришны. Конечно, но много людей спорят, что Мадавачарья, но некоторые люди спорят, что Мадавачарья, Мандавасамбадая не имеет никакой расатататры, но это глупо. Вот посмотрите, Брахма получил мантру. Вот эту мантру. А хотя Брахма получил эту мантру, и как кто-то может утверждать, что у него нет никакого чувства? Но может быть только. Потому что Брахма являет такое настроение по милости, по воле Шри Кришны. Поскольку многие Ачарья являют себя только до такой степени, до которой это советует Шри Кришна. Это не значит, что они что-то не знают. Они просто не проявляют это. И вот смотрите, Брахма, у него есть эта расататва упасана. Если Мадавачарья находится в настальнической приносности Брахма, почему мы сомневаемся в том, что у Мадавачарья тоже есть это чувство расы. И Шри Кришна много он дал нам. Вот однажды Мадудсу Дансара Свадипад из Бриндавана, он написал какое-то письмо, и Шри Кришна ответил на него, что... Ну, в общем, по тому, что есть ли расатата у Брахмы или нет. Но, так или иначе, мы должны верить в то, что Сидданта Мадавачарья, она не отлична от Сидданта, которую дал нам Шиман Махапрабху. Что я хочу сказать, что мы в Гаутии, у нас есть прекрасная Сидданта по милости Шичитани Махапрабху. Амна-я-праха-татья-харими-хосарва-сатьин-дасадьин. Амна-я-праха-татьям. Амна-я-праха-татьям. Амна-я-праха-татьям-харими-хосарва-сатьин-дасадьин. Амна-я-праха-тья-харим-хосарва-сатьин. Субтитры сделал DimaTorzok И через девять этих праманов утверждается прамея. А если по пути какие-то споры возникают, либо борьба какая-то, то это повыше Кришне только. Как в случае с Кришной Лилой можно видеть, что одному своему другу он говорит, что иди укради что-то, а другому говорит, что кто-то может что-то украсть, поэтому смотри внимательнее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Говорит, что вот эти девять прамея Ратнавали, там доказывается, что Кришна, Он единственный, кому следует поклоняться. Вот эту шлоку более подробно я во время Гуру Понимы, более подробно поясню и заключение на сегодня о том, что Мадхавачаря, он специально, и наша Гурварга, она дали такое свидетельство, почему в Раса Лиле используется это слово Вишну. Почему в Раса Лиле в конце, почему в шлоке Раса Лиле, последнее слово Вишну, вот в этой. Почему слово Вишну, и я уже ответил во время комментариев к Бхагаватам, Вишну, слово Вишну значит здесь вместо Кришны. Почему? Поскольку Кришна, Он являет себя перед сотнями, перед десятками миллионов гопи. То есть, если Вишну везде сущ, так и Кришна тоже везде сущ, и что плохого в этом, если Вы оцелили? Говорится, вот это слово Вишну, Вишну, в этом случае не значит, что оно не значит Кришну. Поскольку Кришна явил Себя десяткам миллионов гопи. И слово Вишну здесь используется для того, чтобы подчеркнуть все могущества и бесконечную энергию Кришны, поскольку Кришна очень такое сладкое слово. И Шанкарачари, он тоже в своих писаниях, в каких-то своих писаниях, он описывает. Очень прекрасно, сладко описывает лилышащий Кришна, хотя Он в Майаваде, как это возможно? И как мы можем говорить о том, что Шанкарачари, Он в Майаваде? Мы должны верить, что по наставлению Кришны, только по наставлению Кришны, Он должен заниматься таким служением, проповедовать Майаваду. Иначе, почему же Шанкарачаря, после того, как Он уходил из жизни, последнее Его наставление было, что Он написал Гитагара? Вот, Он написал эту пойму. Сансквистская грамматика, она не спасет нас. Будьте внимательны, совершайте баджан. Слушайте, Говинди, почему Шанкарачаря написал эту пойму, если он был в Майаваде, внешне он работал Майавадистом, а внешне он был преданным. И поэтому он написал эту пойму о славе, служении Говинди. И таким образом, Мадвайчаря, он использовал это слово, что наш Верховный Господь Вишну Адидевата. И чтобы обрести Лотосный Господь Вишну, это наша наибольшая цель. И Мадвайчаря говорит, что есть различная философия Шанкарачаря. Я спрашиваю, что за философия Адвайтавадия. Будьте внимательны. Шанкарачаря, он Адвайтавадия. Рамануджа Ачарья, Вишишта Адвайтавадия. Рамануджа Ачарья, он Вишишта Адвайтавадия. Мадвайчарья, Адвайтавадия. Адвайтавадия, Адвайтавадия, Адвайтавадия. Их четыре различные философии, они очень сложные для понимания. То есть, очень такая сложная, запутанная тема. Вот, смотрите. Мадвайчарья, да. Философия Адвайтавадия. Он говорил, что Вишну, он Вездесущий Верховный Господь. Мадвайчарья, он признавал, что наш Брама, это Адди Гуру. Он говорил то, что говорил Маха Прабу. Амна, амна, айо пра ха татьям харимио сарва сактим раз, same thing or Muse. Мадвайчарья говорил, что через Амнаю шраутапарампару Веду мы можем получить правильный съеданта. И все дживы, у них есть два вида джив, бадда дживы и мукла дживы. Дживы могут обрести свободу, получив вишну-бабхти. И это творение, оно не ложно, оно временно, но не ложно. И так, если вы будете объяснять одну ситданту за другой, то мы увидим, что это та ситданта, которую дал нам Махапрабху, и такую же ситданту мы находим в учении Мадавачархи, и почему кто-то смеет утверждать, что мы не находимся в его сампраде. Единственная разница в том, что Мадавачархи говорит, что наша наивысшая цель лотосной стопы — Шри Вишну. И Мадавачархи, он приводит девять проманов к одной проме, и Мадавачархи — он великий. И он подобен льву в нашей сампраде, Мадавачархи, Рамоноджи Ачархи — они все великие Ачархи. Мадавачархи — он лучший из всех. Почему? Поскольку Мадавачархи — он главный среди тех, кто опровергает учение Майвады. Мадавачархи — он хочет разрушить всю Майваду. И по милости Вихованного Господа, сегодня у нас была возможность обсудить священную Сиданту и жизнь и учение Мадавачархи кратко. Я извиняюсь, я не мог сказать больше, поскольку его слова бесконечные и безграничные на сегодня конец. Мадавачархи — он хочет разрушить Всех, и Мадавачархи — он хочет разрушить в Мадавачархи, Продолжение следует...